На территории бывшего детского лагеря Антарктика вместо вырубленного парка могут появиться высотные здания. Городской совет передал земельный участок в аренду частному предпринимателю. Подготовительные работы уже идут. По поводу Антарктики городская власть считает необходимым дать Одесситам всего несколько строчек информации. Народу достаточно знать, что здесь проводятся берегоукрепительные работы. С точки зрения закона есть сомнения. Судя по информации, которая находится на воротах, в данном случае застройщик пытается ввести в обман как жителей территориальной громады, так и городской совет. Называя, что здесь выполняются объекты берегоукрепления, документацию, градостроительные условия ограничения на которые выдавались абсолютно на другой участок. А именно на территорию, которая находится на средней террасе склона и не имеющей никакого отношения к территории санатория, находящейся на верхней кромке склона. Чиновники мэрии могли бы проверить, где ведутся работы, но они ничего не замечают. Участок, где по документам должно проводиться берегоукрепление, действительно находится ниже. Именно тут и необходимо укреплять грунт, иначе в море сползет все, что наверху, как уже случалось во многих местах на побережье. Но работы почему-то идут сверху. В начале весны на участке незаконно вырубили 150 здоровых деревьев. По данным городского ГАСКО, никто не выдавал разрешение на подготовительные работы, которые предполагали снос зеленых насаждений. Происшествия обсуждали на аппаратном совещании в мэрии. Заказчиком этих работ установлен Могильников Валентин Дмитриевич. Дальше материалы были переданы в управление нацполиции. 5 марта было возбуждено уголовное производство по данному факту. Этот вопрос находится на контроле полиции. Дом принадлежит согласно реестру прав на речевое майно Могильникову Валентину Дмитриевичу. Прав, либо какой-то информации по прав собственности на земельный участок у него нет. По генеральному плану, эта земля имеет рекреационное назначение, и строить на ней жилой комплекс нельзя. Но план, утвержденный городским советом, для самого совета ничего не значит. Если в рекреационной зоне жилое строительство запрещено, можно возвести так называемые апартаменты. Фактически то же самое, только без права прописки. И что особенно удобно застройщику, вокруг апартаментов не предусмотрена обычная социальная инфраструктура. Построил коробку, получил свои миллионы и все. Формально, как бы по закону, по сути действует схема захвата земли. В октябре городской совет отдал в аренду гражданину Могильникову 2,4 гектара земли на улице дачи Ковалевского, 91. Для строительства и обслуживания зданий апарт-отеля и встроенных помещений обслуживания. Еще вчера сама мэрия обвиняла того же гражданина Могильникова в незаконной вырубке деревьев. И тут же ему дают участок на месте уничтоженного парка. Происходящая на территории Антарктики еще одна проверка городской власти на легитимность. И судя по ряду скандальных историй с другими стройками, нет уверенности в том, что наша мэрия эту проверку пройдет. Александр Ревеноградов, Юрий Рух, телекомпания КРУ.